Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет с вами подборка моя на август месяц, а точнее, наверное, на первую неделю, там полторы недели августа. Те аромат, которым я планирую пользоваться. Лето, конечно, мчится неумолимо. У нас уже август. Казалось бы, вот только началось лето, а уже все близится к завершению. Поэтому, конечно, время неумолимо. Нужно наслаждаться каждым денечком, радоваться солнышку. Но, кстати, у нас погода такая очень переменчивая, может, поэтому многим кажется, что лето очень короткое. Одно из самых коротких, которые кто-либо помнит. Потому что постоянно мы, наверное, находимся в ожидании вот этих вот теплых денечков. Вот как у нас, допустим, дождь идет, потом вроде солнечные деньки, но как-то это все быстро. И знаете, в таком формате, когда наступают прям солнечные дни, они какие-то душные, слишком приторнодушные, можно сказать так. Потому что нет вот этого ощущения, просто ровно как-то тепло, вечером попрохладнее. У нас либо душно прям, либо идет дождь и холодно. Как-то вот так контрастно, знаете, нет такого, чтобы как-то все ровно шло, тепло, прохладно. А вот прям вот так контрастно. Поэтому люди то ждут жары, то ждут быстрее, быстрее, попрохладнее. И вот это, знаете, это все лето в таком, наверное, формате и проходит. В общем, давайте приступим к моей подборке. Как считается, название всех ароматов будет в описании к этому видео. Ссылочки я на все ароматы, кроме одного, вам оставлю на сайт Рандеву. Там можно приобрести. А тот аромат, которого нет на Рандеву, он представлен на маркетплейсах. И также на покупку в интернет-магазине Рандеву я вам оставлю, как всегда, свой промокод на скидку 10%. Промокод мы суммируются абсолютно со всеми акциями, скидками и выгодными предложениями на сайте. И давайте приступим. Первый аромат, который я сейчас ношу и планирую носить, но это аромат очень такой у меня сложный в носке. Потому что это вот прям 100% летний аромат. Это гучи бамбу. Его нужно носить только вот прям в жару. Иначе это не то. Потому что, я сколько замечаю, если я наношу в прохладное время года, то здесь присутствует нота лилии. Лилия и ланг, такие доминирующие ноты. То лилия начинает пахнуть не очень приятно. Всякими там лотками и всяким вот таким неприятным. А когда вы наносите его в жару, он красиво раскрывается. В нем эта лилия звучит более, так знаете, как-то освежающе, стильно, прохладно. В то же время здесь немного сандала, есть ванили. И как-то это все так стильно звучит. Я вообще, когда с ним познакомилась и приобретала его на юге, там в 40-градусную жару он звучал просто отменно. А когда я его привезла домой, конечно, он стал капризен очень в носке. Поэтому да, это тот аромат, с которым прям вот нужно танцевать с бубном. Но если его погода, то он просто невероятен. Поэтому советую его носить при температуре свыше 30 градусов. Тогда он звучит красиво и не уходит ни во что неприятное. Также мой любимый такой же акватический, можно сказать, аромат. Это Bulgari Omnia Crystalline. Это действительно для меня очень интересная акватика. Да, именно акватика, потому что здесь содержатся водные кувшинки. Вот такое вот тоже все связанное с водой. И в нем действительно есть вот этот вот вайп такого чего-то водного, акварельного. Но это не какой-то просто свежачок такой морской. А вот именно такой приятный аромат цветочный. Немного не скажу, что он прям пудровый, но в нем есть какая-то такая припудренность в самой композиции. И при этом вот это вот такая приятная, воздушная, легкая акварельность. Я вам рассказываю, что это был мой аромат свадьбы, то есть свадебный аромат. И мне он очень нравится, он классный. Он, конечно, не очень стойкий, но он такой прям пронзающий, легкий в своем шлейфе. Шлейф, и причем звучит он в прохладу, он более сладкий, становится как будто немного сладости фруктовой здесь проявляется. А зимой же он, точнее, да, в прохладу, он более такой вот холодный. Поэтому, да, красиво звучит, очень такой воздушный, приятный. У меня версия туалетной воды, парфюмерную воду я не пробовала, но, насколько я знаю, они вроде похожи. Поэтому очень такой красивый, тонкий, изящный, как я вам рассказывала, что для меня это девушка в платье, в сарафане, в белом. Возможно, еще у меня с белым он ассоциируется, потому что это был мой свадебный аромат. Свадьба у меня была зимой, соответственно, и зимой он классно тоже звучал. Третий аромат, это у меня композиция от бренда Синоним под названием Bianca 01. И это аромат уже такой послаще относительно предыдущих, но, как я и сказала, у нас погода очень переменчивая, очень такая волнообразная. Соответственно, этот аромат, я тоже с огромным удовольствием ношу, это красивые сладкие медовые персики в ликере для меня. То есть есть ощущение немного алкогольности, именно такого сладкого ликера, и вот эти сочные сладкие персики, это все звучит невероятно приятно, нежно. Он очень обволакивающий в нем, даже я иногда ощущаю немного табачности. Не знаю, возможно, ассоциация к этому алкоголю, к этому сладости такой, все это вместе дает немного такое ощущение мягкой табачности, но звучит он невероятно красиво. И иногда даже я ощущаю со временем, как я и сказала, в принципе, стартует он именно такими персиками с ликером, но потом периодически я также ощущаю в аромате немного такой мягкости, не скажу, что прям вот какой-то яркой лактонности, но немножко это ощущается. Вот именно ощущение, что как будто такая мягкая лактонность смягчает это все направление, это все звучание, и от такого яркого персиково-алкогольного аромат уходит в более такое мягкое, воздушное. В общем, классный, красивый, если вам нравится персиковый аромат, если вы ищете такой красивый, сладкий, прям сахарный, сахарно-медовый персиковый аромат, но с приятными такими алкогольными аккордами, особенно сейчас все ближе к осени, он все более актуален становится, хотя, в принципе, видите, его летом умудряюсь носить, потому что он с лета такой, а осенью я уверена, что просто это у меня будет с ним парфюмерный запой, что называется, потому что он прям классно согревает, окутывает и поднимает настроение. Следующий аромат у меня уже на контрасте такой свежий, это аромат от Элда, аромат называется You of Some Like You, и это аромат на тему мяты. Здесь явно ощутима для меня нота мяты, и, в принципе, она очень доминирует, при этом здесь есть немного цитрусов, но цитрусов прям таких терпких, и здесь я ощущаю даже какую-то молекулярность, но при этом, знаете, какой-то контраст именно молекулярности такой в современном прочтении, то есть это такой прям современный молекулярный аромат, но при этом он красиво смешивается с такой природностью, то есть это прям вот перетертая мята, это какой-то коктейль, в который добавили мяты, это настолько приятно звучит, это очень свежо, это очень так бодрящий, это прям такой аромат мохито, но без сладости. Если у меня, допустим, есть мохито-лав аромат, я вам показывала часто, он там имеет сладкий такой подтон, то есть это прям сладкий коктейль, то здесь это тоже мохито, но без сахара, то есть здесь нету сладости такой совсем, вот есть ощущение, если есть сладость, то она очень еле уловимая, такая натуральная, как будто ее добились именно фруктами, ягодами, то есть натуральная, без добавления искусственных каких-то усилителей вкуса, поэтому тоже классный, такой воздушный, шлейфовый, очень мне нравится. Следующий аромат, который тоже я с огромным удовольствием ношу и хочу продолжить носить в августе, и это инитио мускусная терапия. С этим ароматом, кстати, нужно быть осторожней, знаете, в чем? В том, что может показаться, что он такой легкий, ну что тут, ягодки, смородинка, немного яблочко, мускуса, можно им облиться. Я как-то так облилась с ног до головы, и потом просто чуть не задохнулась, потому что он начал как-то, то ли нагреваться у меня на коже, то ли что он как-то стал расходиться, и прям стал очень такой яркий, душный, поэтому с ним нужно быть аккуратнее, соблюдать дозировку. Два распыления достаточно, при учете того, что он, казалось бы, такой тихий, спокойный, он довольно все-таки яркий в своем звучании, но при этом он звучит, как я сказала, ярко, но очень интеллигентно и красиво, то есть душил немного он именно меня, то есть вокруг он не будет прям настолько все заполнять и напрягать кого-то, он больше вокруг вас, хотя шлейф у него есть, но тонкий. И это так красиво, здесь мускус не животный, не грязный, он чистый, он даже создает эффект, вот именно глазки, эффект чистого белья, то есть прям имеет в себе вот этот эффект чистоты, но при этом красиво сочетается со смородиной, смородина у меня здесь не вызывает никаких негативных эмоций, то есть она звучит красиво, и при этом здесь, знаете, для меня есть и листики смородины, и сами ягодки смородины, то есть вот эта сладость, и зелень, свежесть, есть мускус, немного, опять же, пудровых таких аккордов, тоже звучит очень красиво, женственно, люблю его, у меня вот два аромата от NITIO, я их просто обожаю. Следующий аромат, который тоже с огромным удовольствием ношу, лето проходит, а я очень мало, кстати, носила этот аромат за лето, это Gillette Hazeggan Vanilla Vibes, просто обожаю его, это один из любимых для меня пляжных ароматов, это аромат на тему соленой карамели, то есть вот это все кокос, иланг, тиаре, вот это все-все-все пляжное, только сюда добавляет прям ярко выраженную ноту соли, то есть здесь такая соленая карамель даже отчасти, и как я вам говорю, для меня этот аромат прям действительно ассоциация того, сколько рассказываю про него, что вы находитесь на пляже, и даже по самому флакону, это здесь у нас песочек, водичка, небо, и вот вы прям ощущаете, что вы лежите на пляже, вы наисли на себя крем от загара, для загара, с таким приятным мягким, немного молочным ароматом, и вы пьете коктейль, возможно даже молочный коктейль, и рядом стоит корзина с фруктами, то есть вот ощущение максимального такого расслабления, пляжного отдыха, вот такое вот в принципе все содержит этот аромат, ну и плюс вот эта солоноватость, вы ощущаете и вот именно соль, именно морскую, вот именно эта морская соль дает такое ощущение тут. Дальше также такая гурманская тоже история отчасти, это аквадипарма, мандорова, десицилия, тоже обожаю просто этот аромат, это красивое мятное мороженое, то есть это мороженое, это сливочность, это гурманика, но при этом в аромате есть ментоловая свежесть, прям ощущение мяты, свежести, невероятно красиво звучит, с одной стороны казалось бы сладко, гурманский, ну как бы на лето, куда такая гурманика, но вот этот ментол, вот эта сладость придает такое классное звучание, он освежает, облегчает композицию и звучит очень круто, но он звучит круто и в прохладу, не только летом, и зимой, и летом он звучит классно. Следующий аромат, который также я с огромным удовольствием ношу и хочу продолжить носить, это Dolce & Gabbana Light Blue версия Sun, это в принципе, да, тоже аромат в направлении Dolce & Gabbana, в принципе, классического, но с добавлением таких приятных молочных пляжных аспектов. Но при этом, знаете, этот аромат не звучит как-то попсово по-молочному, потому что в основном такие ароматы, они звучат вот просто кокосик, сливочность, вот ванилька, нет. Здесь это все сплетено с цитрусами, то есть весь этот кокосовый сливочный блок сплетается с цитрусами и получается интересный контраст, как будто в классический Dolce & Gabbana Light Blue добавили пару капель сливочных с кокосом, то есть это молока, кокоса, таких вот пляжных цветов, и получилось очень приятное звучание. Все это звучит приятно, с одной стороны, есть и свежесть, есть и такая молочность, но при этом это все не вычурно, это не резко, это не грубо, звучит классно. Стойкость тоже, кстати, у него неплохая, на рандеву я его покупала очень выгодно, это был у меня тестер, и он идет, в принципе, в таком же формате, с крышечкой, ну, только заляпывается, конечно, но было просто в белой коробке, поэтому присмотритесь, кстати, на White Blue, на рандеву, много приятных таких вот именно предложений именно на фланкеры, обратите свое внимание. Вот такая вот подборка, такие вот ароматы, которые я планирую носить в этом месяце, именно в начале месяца, я думаю, что еще, наверное, несколько подборок однозначно у меня будет, что я буду в середине месяца носить, что в конце августа, поэтому обязательно все эти подборки тоже будут. Вы, в свою очередь, пишите в комментариях, какие ароматы вы собираетесь носить в августе, что у вас сейчас уже в фаворитах, что вы носите, будет это очень интересно. Игромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, и всем пока-пока!